H&M и SIG показали концепт первого магазина в метавселенной. Cadillac представила беспилотный концепт-кар Inespace. Прототип необычного мультикоптера Waller совершил первый полет. Samsung показала, как могут выглядеть ее будущие устройства со складными дисплеями. Обо всем этом и многом другом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Ведущий мировой бренд одежды H&M не прочь обзавестись первым розничным магазином в метавселенной. В таком случае покупатели смогут виртуально пройтись по маркету, выбрать нужный товар и купить его в виртуальной вселенной SIG City за валюту SIG. H&M сообщил Forbes, что пока не открывает такой магазин и не сотрудничает с SIG, а продемонстрированный ролик был лишь концепцией. SIG же заявила, что ведет на эту тему переговоры с представителями H&M. Cadillac продемонстрировала на выставке CS 2022 Concept Car Inner Space. В основу проекта легла идея полностью беспилотного автомобиля, люди в салоне которого являются исключительно пассажирами, элементы управления отсутствуют. По мнению инженеров и дизайнеров Cadillac, с появлением полностью беспилотных машин формат спортивных двухместных моделей отнюдь не уйдет в прошлое. В просторном салоне размещено комфортное двухместное сидение, а вместо панели приборов под лобовым стеклом установлен крупный изогнутый экран бортового компьютера. Информационно-развлекательная система работает под управлением операционной системы General Motors Altify, которая позволяет расширять возможности системы. Если пассажиры не желают пользоваться преимуществами сдвоенного сидения, которое образует нечто вроде дивана, их можно несколько отодвинуть друг от друга, чтобы установить дистанцию. Электромобиль построен на платформе General Motors Altium, что позволило эффективно распределить положение элементов питания и увеличить пространство в салоне. В прошлом выпуске я вкратце рассказал о представленной технологии BMW, которая позволяет мгновенно менять цвет кузова автомобиля. Но там действительно было пару слов, а сейчас BMW более подробно рассказала о своем детище. Кстати, кто не смотрел прошлый выпуск, можете перейти на него по подсказке вверху. Ну так вот, как выяснилось, данная технология основана на электронных чернилах E-Link, она же используется в электронных книгах. На поверхность кузова концепт-кара BMW iX Flow был нанесен слой электрофоретической пленки E-Link Prism, которая состоит из микрокапсул размером в толщину человеческого волоса. В каждой такой капсуле содержатся отрицательно заряженные белые элементы и положительно заряженные черные. В зависимости от выбранной настройки, электрическое поле заставляет собираться на поверхности капсулы белые или черные элементы, окрашивая таким образом кузов в нужный оттенок. Баварский автогигант поспешил разочаровать общественность, заявив, что планов относительно вывода технологии на рынок пока нет. Это продвинутый исследовательский и дизайнерский проект. Смена цвета кузова действительно происходит по нажатию кнопки. Сейчас ассортимент расцветок ограничен белой, черной и серой. Но и эти относительно скромные возможности уверен автопроизводитель имеет практическую пользу. Компания Belweza Industries построила и испытала один из самых необычных прототипов и витол аппарата. Мультикоптер Waller в масштабе 1 к 2 уже совершил свой первый полет. Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов спрятана от глаз. Но судя по изображениям, можно предположить, что двигателей 4. Они зафиксированы и не могут менять направление тяги. Никаких других пропеллеров в конструкции незаметно. В кабине хватит места на 4 пассажиров, если аппарат когда-нибудь будет построен в полную величину. А сам Waller станет значительно больше автомобиля, шириной чуть более 3 метров. Компания планирует его продавать частным клиентам для полетов внутри городов. Предполагаемая максимальная скорость аппарата 220 км в час. А заряда должно хватить на 60-90 минут полета. Максимальная грузоподъемность 600 кг, включая аккумулятор и всех, кто на борту. Отсутствие внятных технических подробностей и слишком уж фантастический дизайн наводят на мысль, что Waller может оказаться очередной фантазией конструкторов, которая на практике превратится просто в крупный квадрокоптер с кабиной. Так ли это станет ясно, когда компания опубликует кадры первых полетных испытаний прототипа в масштабе 1 к 2. Американский стартап 2Simple, занимающийся автономными грузоперевозками, сообщила об успешном первом рейсе полностью беспилотного грузовика. Полуприцеп без водителя в кабине и без участия человека проехал 128 км по дорогам общего пользования. Ночная поездка стартовала в Тусоне, штат Аризона, а закончилась в распределительном центре в Фениксе. Рейс совершен под контролем Министерства транспорта штата Аризона и правоохранительных органов. Компания отметила, что беспилотный грузовик успешно менял полосы движения, реагировал на сигналы светофоров, съезжал с дороги и вливался в транспортный поток, естественно взаимодействуя с автомобилистами. В Тусимпл заявили, что оплата работы водителей составляет около 40% всех эксплуатационных расходов на грузоперевозки. Поэтому эксплуатация беспилотных грузовиков обойдется значительно дешевле. По оценкам компании, ее технология позволит сэкономить около 10% расходов на топливо. Разработанный компанией Piezosonic робот-курьер Mighty получил на выставке CS2022 приз Innovation Award. Машина обладает универсальной ходовой частью, благодаря которой она может эффективно передвигаться как по ровной поверхности, так и преодолевать препятствия. Основной проблемой многих современных роботов-доставщиков является их относительно простая конструкция. Это грузовые ящики на колесах, которые подходят для движения по ровной поверхности, но зачастую пасуют перед препятствиями вроде бордюров и лестниц. Модель Mighty была разработана компанией Piezosonic с оглядкой на лунные роверы. Робот оборудован четырьмя колесами с независимым приводом, который способен поворачиваться на угол до 90 градусов. Благодаря этому робот может быстро менять траекторию движения. Колеса также могут образовывать круговую конфигурацию, позволяя машине разворачиваться на месте. Колеса независимо крепятся на шарнирных опорах. Это значит, что при движении по неровной поверхности, каждая такая нога может самостоятельно сгибаться, компенсируя высоту препятствий и сохраняя ровное положение грузового отсека. Данный механизм может использоваться и для движения по лестницам с относительно невысокими ступенями. Для навигации робот использует GPS, камеры или DAR, избегая столкновений с различными неопределенными препятствиями и пешеходами. При собственной массе 25 килограммов робот может перевозить до 20 килограммов полезного груза, перешагивать объекты высотой до 15 сантиметров, подниматься по склонам с углом наклона до 15 градусов и разгоняться до 10 километров в час. Полной зарядки аккумулятора машине хватает на 4 часа автономной работы. Производитель утверждает, что Mighty сможет использоваться не только для доставки грузов, ну а также для патрулирования территорий и даже помощи фермерам в поле. Для последнего требуется дополнительная рука-манипулятор. Роботы Mighty скоро будут запущены в эксплуатацию в токийском специальном районе ОТО. В рамках выставки CS2022 Samsung рассказала о своих наработках в области гибких дисплеев и продемонстрировала концептуальные устройства, которые на данном этапе используют новые типы экранов. Помимо смартфонов со складывающимися втрое экранами, которые уже мало кого удивляют, корейский техногигант показал дисплей для гибких ноутбуков, которые компания называет FlexNote, а также прототип смартфона с выдвижной панелью. FlexNote раскладывается, превращаясь в огромный 17,3-дюймовый планшет. При складывании пополам он превращается в подобие обычного 13-дюймового ноутбука, в котором место клавиатурной панели занимает сенсорный OLED-экран. Устройство выглядит настолько проработанным, что заставляет поверить, что Samsung выпустит нечто подобное на рынок в недалеком будущем. Компания по разработке программного обеспечения для автономных дронов Everdron сообщила, что беспилотник впервые сыграл решающую роль в спасении жизни человека со внезапной остановкой сердца. Инцидент имел место в конце 2021 года в шведском городе Трольхэттен. Дрон вовремя доставил дефибриллятор и тем самым помог спасти жизнь 71-летнему мужчине. Последний чистил снег около дома и внезапно у него перестало биться сердце. Проезжавший мимо человек оказался врачом и запросил доставку автоматического внешнего дефибриллятора. Благодаря быстрому прибытию летательного аппарата Everdron с нужным оборудованием, пожилого шведа удалось вернуть к жизни до прибытия машины скорой помощи. От сигнала тревоги и до того, как дефибриллятор был доставлен на место происшествия прошло чуть более трех минут. Это поистине революционная технология, которую необходимо внедрять везде, заявил выздоровевший пациент. На этом у меня все. Не жалейте лайков этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал и не забывайте жать колокольчик. Внизу под видео обязательно делитесь своим мнением и проходите по ссылкам в описании на наши полезные ресурсы. На этом я буду с вами прощаться. С вами был как всегда Андрей. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok